Вуаля! Я тебя приветствую на самом главном шоу Планеты Земля. И сейчас мы с тобой будем готовить коктейль, зеленый коктейль из какой-то хуйни. Из хуйни? Нет, просто из хуйни. Так, что нам для этого понадобится? Первое, что нам понадобится, это, естественно, очки. Без них никуда. Второе, это отличное настроение. Ну, куда ж без него. Третье. Третье, нам понадобятся ножницы. Так, слушай, а как же я все это дело буду делать? Так, четвертое. Нам понадобится миска, куда мы будем нарезать нашу зелень. Слушай, так эту миску, это не просто миска, это защита от солнца. Видишь, солнечные очки и шапочка. Так, знаешь, что мы еще возьмем? Мы еще возьмем треножку, возможно, она нам поможет. Вот, мы сейчас, когда будем эти нарезать, ты будешь на меня смотреть, а я буду так потихонечку складывать листики в мисочку, правильно? Ладно, потом от волос их вытрусить и отперхоть. Так, погнали. Тан-таран-тан-тан. У нас тут, правда, дожди. Опа! Еще у нас тут есть кот, видал? Куда пошел? А ну иди сюда. Так, значит, с чего мы начнем? А начнем мы с самого начала. А с какой стороны у нас начало? Значит, я такой... Нет, хотел сказать, не делал, все, я уже делал. Значит, первое, что нам с тобой понадобится, это ботва свеклы. Знаешь, говорят... Ой, блин, сейчас я это запачкаюсь тут. Говорят, что там очень много всего полезного. И вообще, знаешь, что я думаю? Мне тут предложили, говорят, Леха, ты не хочешь продавать петрушку? И заодно ботву морковки, свеклы. Я думаю, вот слышишь, а что реально, выходишь на рынок, режешь ботву, свяжешь за вашими на ботву свеклы пучками и продаешь. Надо создавать спрос на новые товары. Надо как-то эволюционировать, а? Смотри, как у меня тут красивенько. Мне так нравится. Пока еще может быть не очень красивенько, но я думаю, что будет очень красивенько. Тут видишь, у меня перчики все как-то стоят на месте, почти не двигаются. Короче, не знаю, вот посадил перцы. И вот у меня еще перцы. И я, короче, чего я не знаю, где-то из них сладкие, но их еще надо рассадить, а где-то острые. А если их все смешать и посадить рядышком, то они будут и сладкие, фу, короче, сладкие тоже будут острые, вот что я хотел сказать. О, у меня тут шпинат подрастает, видал? Еще один. Короче, так, ладно. Оп, что тебе рассказать? Ты мне видишь? Значит, берем ножницы и аккуратненько срезаем так. Оп, я не знаю. Вот так вот, допустим, листик. Раз. Говорят, надо с одной свеклы срезать не больше одного листика. Дабы... Ну, ты понял, короче. А то ей нечем будет фотосинтезироваться. Слушай, а ты знаешь, что у меня такие вообще мысли в голову приходят? Вот как на прану, короче, перейти. Ну, смотри, все же вначале что делают? Ну, вначале там типа сыроедение, потом... Не, вначале типа вегетарианство, потом веганство, потом сыроедение, потом это уже сыровеганство, или как там... Потом, короче, этот идет... Скажи мне, пожалуйста. Так, мы свой коктейль делали, мы пили пиздим. А, жидкое, жидкое питание. Ну, это, короче, одни вот эти, я не знаю, травы в блендере с водой мешаешь и пьешь. Но есть такие, короче, фринки, которые именно тупо так и питаются. Не знаю, правда, через сколько лет они умирают? Это, на сколько лет так может хватить такого питания? Ну, так, так, я тут уже два листика отрезал. Ить! Ить! Подожди, я, по-моему, начал говорить и не договорил, да? Так, значит, я вам и немножечко этого... Чего? Ботовой свеклы. Так, теперь ботовые морковки. Так, суть в чем? А, я за про напитание. Смотри, зеленые коктейли. Состав в зеленых коктейлях там же очень много хлорофилла. И, наверное, когда человек пьет, этот каким-то образом хлорофилл задерживается, не знаю, наверное, в коже, где-то неподалеку. Может быть, его так и не видно. Поэтому человек в халка не превращается, но он есть. И вот этого хлорофилла достаточно для того, чтобы человек фотосинтезировал. Короче, как растение. Понял? Суть, значит, такая. Вначале, изначально ты, типа, человек. Потом переходишь на сырой день, а становишься животным, как Леха. А потом, когда переходишь на эти, на травы и на питание, вообще превращаешься тупо в растение. Поэтому, что-то, короче, с этой эволюцией ни хрена не то. Да? А то тут люди эволюционируют, куда-то собрались. Ты видел эту картинку, что вначале, значит, животное, а потом, потом, короче, человек, ну, типа, уровни эволюции. И уже прана питания, это бога-человек. Нет, прана питания, это растение. Это уже просто растение. Так, теперь берем морковку. Пил. Потихонечку морковку. Знаешь, самое главное, я тебе хочу сказать, что это не торопиться. Не нервничать. Не суетиться. Это, начинаешь торопиться, ни хрена не успеваешь. Это, поэтому надо все потихонечку. Вот я, знаешь, у меня раньше такая была привычка. Я, ну, допустим, покупаешь, ты меня видишь? Так, мы с тобой что делаем? Коктейлик? Или мы с тобой трындим? Мне что-то кажется, что я, по-моему, о чем-то не о том говорю. Так, значит, все. Ладно, собрали мы немного еще ботвы, морковки. Теперь мы идем. Что у нас следующее тут по списку? Щавель будем добавлять? Будем. Давай. Щавели. Что там? Щавелевая кислота. Я бы добавил, шпината очень мало. Поэтому, ладно. Так, я договорю или нет? Значит, схема какая, собственно говоря. я за не торопиться. Вот раньше я, когда, знаешь, мне, допустим, в магазине сдачи дают, бывает, ты торопишься, вместо кошелька куда-то в карман насуваешь, потом все эти деньги по всем карманам, мелочь по всей квартире валяется, это и в кошельке намято, и в карманах деньги есть. А потом, знаешь, почитаем этот, он зашел на канал одного там, духовного просветителя, так сказать, и он говорит, так нельзя, так не по-христиански. Если вы, короче, так будете с деньгами относиться, то рано или поздно у вас их не будет. Ну, это я уже, знаешь, я уже это видео начал смотреть, когда в моей жизни именно так и произошло. Вот. Поэтому, что надо делать? Надо, денежки хранить в одном месте. Заведите для них хороший домик, то есть под названием кошелечек. Ну, можно кошелечек, я не знаю, можно что-нибудь. Можешь с бумаги какой-то конвертик себе сделать, если ты уже далеко ушел. Не, ну, кошелечек-то у меня-то был. Вот. И денежки, во-первых, надо знать, сколько у тебя денег всегда. Сколько у тебя денег? Денежки должны быть сложены, купюра, купюры, 100, 200, 50, 20, 10. И знаешь, где тебе хочу сказать, уголки должны быть разглажены, все они должны лежать ровненько в одну сторону в кошелечке. И вот я тебе хочу сказать, поначалу мне было тяжело себя приучить, а сейчас вот я в магазине стою, мне сдачу дают, и я пока не растыкаю это пятерку между десяткой и двухой. Я с места не сдвинусь, я уже, я вот затошу. А раньше я торопился, быстрее, сзади люди. Подождут люди. Так что, кто в этом мире главный? Я, нахрен мне люди. Правильно, правильно. Так, значит, берем еще немножечко шпинат. И я тебе рекомендую такую привычку в себе завести. Посмотришь, постепенно у тебя деньги начнут появляться, даже если ты ни хера делать не будешь. И время начнет появляться. Так, немного, значит, шпинат. Я же говорил тебе, мне вообще очень нравится, есть такой канал, как бы, это образовательный канал, ТЭТ называется. Есть ТЭТ на русском, или ТЭТ толк. Там очень много полезной информации, научной там, и тому подобное. Я знаю, что у меня вообще есть цель, я когда-нибудь тоже хочу там что-нибудь встелить на этом канале. Я еще сразу, как только я себе купил проектор отдельной реальности, я записал, что я на ТЭТе что-нибудь отожгу рано или поздно. Правильно? Правильно. Так, значит, там, там на все темы можно посмотреть, много очень полезного, интересного. Значит так, шпинат, петрушка, ой, теперь петруха. Слушай, у меня тут, короче, два таких дружбана, этот, прикинь, мне этот, под последней моей аватаркой, это, развели тему секса, короче, два сексуальных неудачника, да там, 120 комментариев уже, по-моему, чисто людям заняться нечем, пойдите лучше, блин, не знаю, в порно, блять, снимитесь. Так, ладно, вот, что-то всех моя сексуальная жизнь так интересует, значит, так, стрижем петрушку, а, я за секс вспомнил, то, что у меня петрушка ассоциируется всегда, что-то с этим, с охуенными стояками, ты вот, кстати, пробовал, всего-навсего три дня подряд делаешь коктейли из зеленой петрушки и на четвертый день тебе начинается этот, этот, аж просто переть, ты уже готов сам себя оттрахать. Не знаю, как это можно, но хочется ужасно, поэтому с петрушкой надо все-таки осторожно. Я тебе сразу говорю, все вот эти сразу же Виагры какие-то там мужские проблемы решаются мгновенно, берешь? Три дня подряд, ну, я не знаю, не, это вообще что-то, это дикость какая-то, по-моему, так даже я и фен так не шибет, короче, ладно, с петрушкой мы осторожнее, так, что мы дальше делаем, дальше мы пойдем за этим, слушай, тут еще время есть, у меня уже батарея, скоро сядем, 11 минут, дальше мы идем за крапивой, ты никогда крапиву в картеле не делал? Крапива, слушай, надо знать, все-таки, вот я думаю, мне просто чуть-чуть, я еще не выделил на это время, а это крапивы, короче, насушить, со всех, это, насушить, наизмельчать, а потом можно будет, это, ложечку крапивы положил себе в этот, в блендер, воды налил и сделал, это, зеленый коктейль из сушеной крапивы, а крапива, слушай, ты знаешь, чем, крапиве, железо, калий, алюминий, фосфор, серо, молибден, хром, короче, вся таблица Менделеева, ой, а тут холодно сразу, тень, наверное, сыро, сыро и холодно, значит, смотри, вот мы наблюдаем крапиву, видал, ить, раз, слышишь, а ты, вот знаешь, крапива, ты шалфей никогда не выращиваешь, короче, было дело, когда еще шалфей, прорицатель был легален, когда я его пару раз себе брал, однажды я себе, короче, купил, этот, ну, 4 куста, они у меня, конечно, пропали, ну, пропали они у меня, потому что я уехал, мне надо было ухаживать, я не сказал своей бабушке, что бабушка, ты внимательно его поливай, потому что это шибучее растение, и вот, я просто вспоминаю, что, видишь, шалфей, это, наверное, как, фу, канапля, крапива, шалфей, очень похожего семейства, потому что, ну, структура роста, ствола, такая же, приблизительно, может, это тоже можно попробовать покурить, или пожелать хотя бы, а, пожелать, ну, мы сейчас и будем ее хавать, так, ладно, берем, так, слышишь, как вот птички, чирикают, здорово жить, я вообще-то, ты знаешь, что все думаю, вот, прикинь, в городах, безработица, это, и дело в том, что лучше не будет, как сказал, дальше будет, только хуже, и люди продолжают, что они там сидят, чего они ждут, что сейчас, кто-то, какой-то дяденька, сделает для них завод, обеспечит их рабочими местами, знаешь, если дяденька, у дяденьки какого-то есть желание, то он себе сделает завод, на котором вообще люди нахуй не нужны, потому что сейчас все настолько автоматизируется замечательным образом, что мне вообще кажется, что планета скоро вообще без людей может обойтись, поэтому, если ты сам каких-то роботов себе не создашь, то боюсь, или не начнешь еду выращивать, то боюсь вообще, для людей работы не останется, так, все, ладно, разбываемся, все это дело мы сейчас заливаем водицей, это, чтобы пыль там, грязь смыть, и нарезаем ножом, ну, можно не нарезать, но я все подрежу ножом, и перекладываем в блендер, так, все, пойду, просто разбываться будем, так, ну, собственно, все, помыли, нарезали, сложили, переложили, в блендер, переклали, переложили, в блендер, я добавил один бананчик, 10 фиников, очищенных от косточки, можно добавить, в принципе, клубники, но я ее всю съел, это, чашку воды, если будет мало, потом можно еще будет добавить, и включаем, перебиваем до получения однородной массы, вуаля, готово, я даже для тебя специально, стакан взял, не с чашки буду пить, а со стакана, с красивого, из прозрачного, чтоб ты видел, как оно все выглядит, перебили, от того стакана воды, нам хватило, мы немного струсили, видишь, попадаю в кадр, не попадаю, оп, так, что сейчас, главное в камеру не стругнуть, а то вот это будет номер, да, а мне нравится, вот, финики, мне кажется, это уникальная вещь, для зеленых коктейлей, они такую, от банан, ну, в нем особо, сладости такой нету, для того, чтобы придать, да, какую-то, может, пюреобразную, консистенцию, да, не знаю, короче, мне вот с финиками нравится, можно, конечно, попробовать с медом, но я вот не помню, мне что-то с медом, не нравилось, или, может быть, даже изжогом, после всего вот этого дела, не помню, но, короче, что-то с финиками, мне больше нравится, ты как хочешь, можешь вообще соли добавить, и масло, и яиц еще туда, куриных, с перепелиными, как вариант, все, короче, ваше здоровье, господа.